Ну а на этом в этой витрине нашего стенда IBIS представлена красота. Красота неописуемая. 1911 от компании STI, техасской компании, которая специализировалась на производстве 1911 сначала для спорта и СПС практической стрельбы. Вот такие образцы. Потом плавно перешла просто к кастомным, дорогим 1911 и сейчас в том числе занимает нишу и оружие предназначенного для полицейских сил, правопорядка и просто граждан, заботившись о своей безопасности. Это 1911, но в данном случае они все в калибре 9х19. То есть сохраняется классическая эргономика, удобство, красота, но при этом калибр современный позволяет, например, 3.0 Tactical 20-зарядный магазин. Оружие не дешевое, в том числе и в США, но оно того стоит. И самое прелестное, если бы возле этих пистолетов были бы ценники, то как раз вся та толпа, которая стоит возле нашего стенда со остальными пистолетами, она была бы на самом деле здесь. Потому что компания Cabot Guns из Пенсильвании делает дорогое оружие. Качественное, красивое и дорогое. Самый дешевый пистолет от этой компании имеет ценник в США 5000 долларов. На недавнем шот-шоу они продали пару самых дорогих пистолетов в мире. Это два пистолета Big Bang были проданы за 4,5 миллиона долларов. Почему такая цена? Они взяли цельный кусок железно-никелевого метеорита весом 34 килограмма и возрастом 4,5 миллиарда лет и выфрезеровали и вытащили из него два пистолета. То есть это не только произведение искусства своим внешним видом, но еще и очень эксклюзивное конструкторское, технологическое и инженерное решение. Вот такая вот красота. Историю пистолетов знают, что это одна из, опять же, самых точных, самых отлично сконструированных, изготовленных пистолетов. Швейцария, как часы швейцарские, то же самое вот этот модель P210. Он не выпускается с 50-х годов, поэтому каждый из них обладает не только ценностью как вещь, но еще и как коллекционная. А это с Некроссом? С Некроссом тоже, это их дорогая линейка. Это первый или второй? Второй или третий? Ну, они, конечно, не сравнительно цели. Сравнимо. Сравнимо более чем. Мне вот этот пканик вообще симпатичный. Да, да. Это их новейшая модель. Его особенность это то, что у него в задней части затора установлена платформа, на которую можно ставить коллиматорный прицел. Пистолет предназначенный в основном для спорта, с 20-ти зарядным магазином, с облегченным затвором. Ну и фирменная фишка тех же джаников, то, что он уже в коробке идет полностью, комплектуется, например, кобурой, которую можно надевать и как на пояс, и как платформу. Продолжение следует...